День Города То можно, небезызвестная строительная компания разворотила перекресток в центре города Бумер за долги, резанец расплатился своим автомобилем за 240 неоплаченных штрафов Адресный подход, что поменялось в правилах при вычислении выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет К нам в редакцию обратились жители дома номер 18 по улице Кольная Ремонт на перекрестке доставляет им массу неудобств Во-первых, работы длятся уже несколько дней А во-вторых, из-за перекрытой дороги проезжающие машины вынуждены ехать вдоль подъездов, зачастую на пугающей скорости Кроме того, местные жители не уверены в законности этих работ Сомнения появились и у Максима Васильева Улица Кольная, 18 Официально дорожные работы на этом перекрестке дело ГУР Водоканала Устраняли утечку Когда здесь появилась техника, а затем и люди, небезызвестные в Рязани строительной фирмы, точно уже никто и не вспомнит Но работают вместе и работают Вот только к моменту приезда нашей съемочной группы никаких представителей Водоканала на месте не оказалось А вот этот человек в зеленом нам ясно дал понять Мы тянем трубы к новостройке Так надо А к жалобам относимся с пониманием Местных их невозмутимость уже раздражает Я сейчас просила, вот едут машины, вот и вот, все перекрыли Мы три года ремонтировали дорогу, просили Никто нас не слушал Отремонтировали, теперь сейчас все размотяли нам дорогу и все И опять некому, а ремонтировать они не будут Начинают с 7 часов Вот я на третьем этаже, все слышно, никакого покоя нет И они вот едут, я не спрашиваю Все, ночь ездили вот по колесам вот тут Это вот милиция заставила перекрыть Безобразие То есть это что же получается? Ни о каком ремонте водопровода речь уже не идет? Они просто тянут коммуникации, потому что им очень надо? В офисе зеленой фирмы нам сначала пообещали дать комментарий Потом от слов своих отказались Пояснили на словах, мол, разрешение на работу есть Трудимся по заказу горводоканала Ну что же ты можешь спросить? Я сказал, как Но вот это-то и странно В городской администрации о совместной операции строителей и водопроводчиков вообще не слышали И разрешения у зеленых копателей вроде как тоже нет Выходит самоуправство? Кстати, в ГИБДД этой истории тоже удивились А затем отреагировали За необеспечение безопасности дорожного движения на перекрестке Штраф этим товарищам, по нашей информации, уже прилетел 25 тысяч рублей Возмездие для фирмы с миллионным оборотом, конечно, так себе Но вполне вероятно, это только первая весенняя ласточка Потому что даже такой вполне резонный вопрос Кто будет восстанавливать дорожное полотно, строители оставляют пока без комментариев Максим Васильев, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Изменения при начислении выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет начнут действовать с 1 апреля этого года Сегодня министерство занимается разработкой новых требований для назначения выплат Главное изменение правил назначения пособий для детей от 3 до 7 лет – это адресный подход Ситуацию в каждой семье будут рассматривать индивидуально Как пояснили в Минтруде, размер пособия теперь будет дифференцирован С 2021 года изменились подходы к определению размера поддержки Соответственно, размер поддержки будет варьироваться с учетом дохода семьи и ее имущественного положения Соответственно, сохраняется базовый размер пособия Это 50% величины прожиточного минимума на ребенка В 2021 году в Рязанской области это 5449,50 рублей Если семья не достигает величины прожиточного минимума Своими среднодушевыми доходами с учетом выплат этого пособия То рассматривается вариант предоставления пособия в размере 75% величины прожиточного минимума Это 8174,25 рубля Если этого не хватит, чтобы вывести нуждающуюся семью из бедности Выплату могут увеличить до 100% регионального прожиточного минимума Еще одно изменение, которое планируют ввести – правило нулевого дохода Оно предполагает, что родители могут получать выплату на ребенка Только если сами имеют какой-то источник дохода – непособие Или у них есть объективные причины не работать В настоящее время готовится порядок предоставления данного пособия на федеральном уровне Где будут описаны и указаны, как учитывать имущественные критерии для семей Соответственно, все это позволит усилить поддержку наиболее нуждающихся семей За перерасчетом размера пособия можно будет обратиться уже с 1 апреля текущего года Планируются и такие изменения Выплаты 10 тысяч рублей родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью Не будут учитываться в доходах семьи Также при расчете нуждаемости будут учитываться дети-студенты Сейчас при назначении мер поддержки молодые люди не включаются в состав семьи А доход родителей делится только на несовершеннолетних детей Также пособия можно будет получать и на опекаемых детей Которые сейчас считаются находящимися на гособеспечении Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, Телекомпания, Город Если вовремя не оплачивать свои долги, то можно лишиться имущества В сети регулярно появляются сообщения о том, как за скопившиеся неоплаченные автомобильные штрафы Судебные приставы изымают машины или имущество должников Как раз недавно такой случай и произошел 240 неоплаченных штрафов стоит поддержанной черной BMW По такому курсу свой автомобиль реализовал рязанец Причина сделки – скопившиеся штрафы из-за нарушений правил дорожного движения За почти два года мужчина задолжал больше 180 тысяч рублей В ходе работы сотрудники органов принудительного исполнения выяснили, что гражданин А С конца 2019 года имеет 240 неоплаченных штрафов Чтобы принудить мужчину оплатить долг, судебные приставы в присутствии понятых Наложили арест на транспортное средство в BMW 520D 2012 года выпуска Оставив автомобиль должнику на ответственное хранение Это называется мерами принудительного исполнения Управление Федеральной службы судебных приставов В ходе исполнения требований исполнительного документа В праве совершить исполнительные действия Такие как арест имущества, изъятие и передача на принудительную реализацию Автотранспортное средство должника может быть арестовано без участия владельца И эвакуировано Все расходы по совершению исполнительных действий В том числе по хранению арестованного имущества Взыскиваются с должника Всего этого можно избежать, если проверять наличие возбужденных В отношении себя исполнительных производств Сделать это можно как на сайте ФССП России В разделе «Банк данных исполнительных производств» Так и через мобильное приложение ФССП России Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город» По международному стандарту Рязанская нефтеперерабатывающая компания «Дочернее общество НК Роснефть» Подтвердила соответствие системы менеджмента качества В авиационной, космической и оборонной отрасли Требованиями международного стандарта Для того, чтобы оценить деятельность предприятия и управление качеством Была привлечена независимая сертификационная организация Предприятие и его работники показали высокий уровень управления рисками Качеством выпускаемой продукции, приверженность к улучшению и развитию Сейчас система менеджмента АО «РНПК» сертифицирована по пяти международным стандартам Стоит отметить, авиационным топливом марки «ТС-1», которое вырабатывает АО «РНПК» Заправляют самолеты во Внуково, Домодедово и Шереметьево За 2020-й было произведено около 800 тысяч тонн авиационного топлива марки «ТС-1» В нем низкое содержание серы, благодаря чему детали двигателя воздушного судна Не подвергаются коррозии Его ресурс эксплуатации увеличен, снижая аварийность и ремонт Воздействие на окружающую среду сведено к минимуму Ежегодно 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН Отмечается Всемирный день метеорологии Праздник было принято отмечать с 1961 года А девизом дня стали слова «Погода, климат и вода в информационную эру» Богатая история гидрометеорологической службы России началась в апреле 1834 года Согласно высочайшему соизволению, имевшему силу закона И подписанному императором Николаем I в Санкт-Петербурге Учредили магнитно-метеорологическую обсерваторию С этого времени метеорологическая сеть России начала вести регулярные метеорологические и магнитные наблюдения За почти два столетия методы претерпели изменения Теперь такие станции есть в каждом регионе И работа на них ведется круглосуточно У нас по плану есть 8 метеорологических сроков Каждые 3 часа метеоролог выходит на площадку И проходит по всем приборам Смотрит, как измеряется температура, направление ветра, скорость Какие есть явления, какая облачность И все вот это нужно делать постоянно Мы пока с вами стояли, ждали эфира Я заметил, что пошел снег в 9 часов 38 минут Я запомнил это время, потому что мне потом нужно будет вернуться на станцию и это записать в книжку Это очень важно, вплоть до минуты Когда он начинается, какая у него интенсивность, когда закончится, естественно Привычные для каждого из нас данные Влажность, воздух, давление, температура и количество осадков, выпавших в сутки Результат непрерывной работы этих людей В Рязанской области работает порядка 115 сотрудников У нас 9 метеорологических станций с персоналом Еще 3 метеорологические станции автоматических Есть 3 метеопоста и 17 гидрологических постов Все эти подразделения разбросаны по области Более-менее географически распределены равномерно Плотность метеонаблюдения у нас в Рязанской области очень хорошая Удовлетворяет самым лучшим, самым строгим требованиям Всемирной Метеорологической Организации Здесь же расположен гелиограф Прибор, который помогает выяснить, сколько часов в день сияло солнце Стеклянный шар заменяет собой лупу Когда мы с вами лупы на солнышко выжигаем На дощечке или на чем-нибудь Здесь тоже самое Солнце, где бы оно ни находилось Оно попадает в этот стеклянный шар И от шара лезет такая вот ленточка И по этой ленточке появляется прожиг И вот эти вот, потом длину вот этих всех прожигов мы считаем И получаем общее количество часов Определить влажность воздуха, как это неудивительно, помогают женские волосы Натянут Ну, обезжиренный женский волос Принцип действия тот же, что когда мы с вами находимся или после воды вышли Сухость воздуха, волосы, они то скручиваются, то распрямляются Тут то же самое, соответственно, вот он распрямился, у него влажность большая Сейчас начнет немножко скручиваться и будет тянуть за собой вот эту вот стрелочку И стрелка будет уменьшать вот эту вот влажность Таких станций в регионе несколько И все они постоянно, непрерывно собирают данные о погоде вокруг Метеорологическая служба во все времена служила для людей и для народного хозяйства И составила своей целью обеспечить народное хозяйство Метеорологической информацией, прогнозной, климатической Для каких-то, для тех отраслей, которые в этом нуждаются Особенно погодозависимыми отраслями являются авиация, сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс В современном мире, пожалуй, никто из нас не обходится без того, чтобы ознакомиться с прогнозом погоды Его составляют синоптики, а основывают свои прогнозы на многолетних, непрерывных наблюдениях метеорологов Которые неустанно следят за погодой вне зависимости от праздников и выходных Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город» Это все новости на данный момент Более подробно о событиях региона вы можете узнать на нашем официальном сайте город62.тв Я с вами прощаюсь, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова